Вы готовы отправиться в кулинарное путешествие по нашей стране, изучить какой-нибудь регион и научиться готовить местное блюдо? Отлично! Тогда вам понадобятся кастрюльки и сковородки, венчики и лопатки и самое главное, хорошее настроение. Прямо сейчас мы начинаем с вами Роман Ладнев и секреты маленького шефа! Сегодня мы можем познакомиться с блюдами, которые готовят на Эльбрусе, или узнаем, чем угощают на Камчатке. Изучим кухню, традиционную для городов Золотого кольца России или для городов Пушкинского кольца Верхневолжья. Где же мы возьмем рецепты, спросите меня вы. Они хранятся здесь, в моем кулинарном путеводителе. Здесь собрана вся кухня Российской Федерации. Вот, смотрите. А. Архангельская область. Р. Ростовская область. Я. Ярославская область. Осталось только выбрать, куда же мы с вами сегодня отправимся в путешествие и что будем готовить. Этот сложный выбор я, как обычно, предоставлю моим помощникам. Это Элина Бойко. Ей 7 лет. Элина занимается балетом и плаванием, английским и рисованием. А это Тимофей Левченко. Ему 7 лет. Тимофей увлекается робототехникой, изучает насекомых и мечтает заняться океанологией. Привет, ребята. Спасибо, что приехали ко мне в гости. Привет. Привет, Тимофей. Привет, Элина. Ух ты, какое крепкое у тебя рукопожатие. Рассказывайте, в каких российских городах вы побывали? Только по очереди. Я побывал в Суздале, во Владимире. Туда я ездил на машине. Угу. Так. Ещё я был в Сочи. Туда летал на самолёте. Прекрасно. Я была в Сочи, была в Москве, ещё была во Владимире. Расскажите, а что вкусненького вы там попробовали? В Сочи, во Владимире? В Сочи вкусные шашлыки. В Москве очень-очень вкусные пельмени. Так. А во Владимире? Во Владимире пицца. В Суздале суп. В Москве мне очень понравились пельмени. А в Сочи тоже суп. Я смотрю, ты большой любитель супов, да, Тимофей? Да. А на чём же мы сегодня с вами будем путешествовать? На самолёте. На самолёте? Хорошая идея. На корабле. На корабле. Так. А может быть, придумаем какое-нибудь волшебное транспортное средство? На осьминоге. На осьминоге неплохо. А ещё? Можно на рыбе. На рыбе. Или на подводной лодке. Или на змей-горыночек. Давайте наколдуем какое-нибудь транспортное средство. Волшебные слова, знаете? Да. Тогда начинаем колдовать. Ехать нам скорее надо. Крибли, крабли, трубли, рау. Так, кто говорил про осьминога, а? Я. Тимофей, ты? Значит, ты больше всех хотел путешествовать. Ну что ж, осьминог так осьминог. Знакомьтесь, мой друг Осьминог Валерик. Привет. Ну что, отправимся в плавание на Валерике? Да. Тогда поплы. Ну вот и приплыли. Спасибо тебе, Валерик. Посиди пока здесь, посмотри на нас. Друзья мои, куда же мы с вами приплыли? На остров сундука. А, это остров сундука, ура! Да, знаете, что в этом сундуке? Нет. Это сундук с регионами нашей страны. Сейчас кто-то из вас засунет руку в сундук, наугад выберет любой регион. И именно туда мы с вами отправимся в путешествие. Вы готовы? Да. Тогда начинайте считалку. Раз, два, три, четыре, пять. Собрались мы поиграть. К нам сорока прилетела. Выбирать тебе велела. Открываем сундук. И куда же мы сегодня отправляемся? А мы с вами отправляемся на Сахалин! Вы представляете, как это далеко? Сахалинская область. Это удивительный край. Это единственный регион, который полностью находится на островах. Этот регион является лидером по добыче нефти, газа, а также лидером по улову рыбы и морепродуктов. О Сахалине можно рассказывать и рассказывать, рассказывать и рассказывать, но я умолкаю и задаю вам вопрос. А какая же столица Сахалинской области? Южно-Сахалинск. Ничего себе, знаете что ли? Ну что ж, прекрасно. И тогда у меня для вас есть второй вопрос. Кто может найти Сахалинскую область на карте? Прошу вас, карте. Так, нашли. Молодцы, как быстро вы нашли. Держите веселого поваренка, наклеивайте его на карту. Ну а мы с вами отправляемся на Сахалин! Мы с вами в Сахалинской области. Здесь уникальная кулинарная культура. Она вобрала в себя все кухни народов, которые проживают здесь. Давайте-ка посмотрим, чем вас здесь непременно угостят. Итак, салат дальневосточный с яйцом. Этот салат готовится из морской капусты, лука и яйца. Следующее блюдо – это морковка по-корейски. Пробовали наверняка когда-нибудь ее? Да, да. Она острая, да? И ароматная. Это сахалинская вахня. Так называют на Сахалине рыбу на вагу. Следующее блюдо – это… Пельмени. Пельмени. Вы – большие знатоки пельменей. Но это не просто пельмени. Это пельмени по-дальневосточному. Основная хитрость этого блюда, и я бы сказал, изюминка этого блюда, заключается в том, что фарш сюда идет не свиной и не говяжий, а свиной в перемешку с рыбным в соотношении один к одному. Но это не все блюда дальневосточной кухни, а еще добрая сотня блюд этой кухни хранится в моем большом кулинарном путеводителе. Ну, а кто же будет заглядывать в кулинарный путеводитель? Я! Я! Да, ребят, мне нравится ваш энтузиазм. Но, может быть, сначала вы хотите поиграть, а? Да. Тогда отправляемся в игровую. Валера! Поплыли! Приплыли. По дороге мы захватили удочки. Надо же, смотрите, пока мы плыли вместе с удочками, на удочке поймались рыбки. А это будут наши два аквариума. Сейчас мы с вами поиграем. Кто первым опустит рыбку в аквариум, тот и победил. Поднимайте удочки. Так. Это жилет Челевкова, правда? А, нет. А, ну, почти. Да, Тимофей! Давай попробуем и твою рыбку опустить в твой аквариум. Я тебе помогу. А вот и твоя рыбка в аквариуме. Удочки мы оставляем здесь. Берем нашего друга Валерика и возвращаемся на кухню, чтобы прочитать рецепт первого блюда. Поплыли? Да. Приплыли? Да. Мы с вами на Сахалине, и самое время приступить к приготовлению первого блюда. Только нужно прочитать рецепт. Суп химультан. Натрите резьбу и варите ее 5 минут. Затем добавьте рыбу и морской коктейль. Доведите до кипения и опустите в бульон нарезанный лук-порей. Еще через 5 минут снимите с огня и подавайте, посыпав зеленым луком. Прекрасно! Вы выбрали самый популярный дальневосточный суп. Суп химультан. И относится он к корейской кухне. Будем готовить? Да. Нам только нужно выставить на стол продукты. Крибли. Крабли. Жареные грабли. Ух ты! О, хорошо. Так, фарточки на месте. Продукты на месте. А с чего мы начнем готовить наш суп химультан? С редьки. Верно. Начнем мы его готовить с редьки. Редьку нам нужно натереть на терках. Ну, а вы помните, что пользоваться теркой нужно осторожно, чтобы не поцарапать пальчики. А на любой на этой? Ну, я думаю, что лучше натереть на крупной. Вот на такой. А, на редьку? Да. Натирайте. Ты уже дотерла, да? Здесь совсем мало, не за что хватиться. Переворачивай редьку. И так будет удобнее, да? Не торопитесь, не торопитесь. Мы натираем редьку не на скорость, а на качество. Как у вас ловко получается натирать редьку? Вы, наверное, дома тоже супы варите, да? Нет, нет. Интересно, а может быть главным продуктом в супе, например, молоко? Да. Да, молоко тоже может быть основным ингредиентом в молочном супе. С редькой справились. Я ставлю воду на плиту. И я не устаю вам напоминать, что плитой дети должны пользоваться в присутствии взрослых. Ну, а пока наша вода закипает, я хочу вас спросить, а какие фруктовые супы вы бы приготовили? Я бы приготовил клубничный. Клубничный. А что бы вошло в его состав? Клубника и молоко. Клубника и молоко. Отлично. Мне нравится рецепт твоего супа. А ты, Ильин? А я бы хотела сделать суп из банана, клубники и молока. Так, давай придумаем какой-нибудь сложный рецепт для подобного сладкого супа. Бананы мы обжарили бы, да? Угу. В сахаре. Так. Потом клубнику мы немножечко запекли бы в духовке, так, чтобы она была сушеная. Из брусники мы выжали бы сладкий. Из брусники выжали бы брусничный сок. А молоко взяли бы какое? Сгущённое, да? Да. Друзья мои, вот прямо сейчас на ваших глазах родился рецепт нового супа. Так, воду я налил горячую, она уже закипела. И сейчас в кипящую воду мы отправим редьку. Делать это нужно осторожно, чтобы... Не обжаривайся. Ну, конечно, вы сами всё знаете. Замечательно. Я подержу редьку, а ты её туда опускай. Так, помогу тебе. А что же дальше? Нужно варить редьку 5 минут. Верно. Нужно дать покипеть редьке 5 минут, а потом туда отправить вариться рыбу и морской коктейль. А знаете, что такое морской коктейль? Да. Это коктейль из морепродуктов. А какие морепродукты вы знаете, а? Мидия, моллюски. Моллюски, хорошо. Осьминог. Осьминог, да. И креветки. Креветки, да, здорово. И самое время отправить рыбу вариться с редькой. Я буду держать тарелочку, а вы будете аккуратно опускать рыбку. Так, давай, Тимофей, аккуратненько пару кусочков клади. Ты только не бросай, а аккуратно опускай. Раз. И давай ещё один. Чтобы не обжечься горячими брызгами. Ильин, ну а давай теперь ты. Делать это нужно очень осторожно. Варись, варись, супчик. Сейчас нам нужно нарезать с вами лук-порей. Я выдаю вам ножи. Будьте осторожны, ножи очень острые. Так. Ну а я напоминаю вам, что пользоваться ножами дети должны в присутствии взрослых. Так, вот вам лук-порей. Нарезайте лук колечками. Лук-порей порезан. Отправляем лук-порей вариться в наш суп. Мы забыли посолить, правда? Да. Давайте я добавлю соль, а вы добавите ещё кое-что. А знаете, что вы будете добавлять в наш суп? Что? Нет. Хорошее настроение. А где же нам добыть хорошее настроение? Надо спеть песенку. Спеть песенку, хорошо. Готовы? Да. Запивай. Тили-тили, трали-вали. Тимута мы замешали, настроение добавим. Парам-пам-пам. Вот теперь полная мисочка хорошего настроения. Добавляем в наш тимультан. Помешаем. Оставим повариться пять минут. Вы, кстати, знаете, что на побережье Дальнего Востока водится большое множество китов? Да. А знаете, как кричат киты? Нет, нет. Никогда не слышали, как разговаривают киты? Нет. О, ну что же вы, я вам расскажу. Киты очень громко разговаривают. Их разговор похож на скрип двери. И звучит он примерно вот так. Хотите побыть китами? Да. Тогда вручаю вам подудки. И сейчас у нас будет праздник! А теперь какой-то кит рассказал смешной анекдот, и все киты захохотали. Весело время провели? Да. Самое время разливать химультан по тарелочкам и нарезать зеленый лук. Но вы помните, что суп очень горячий, и делать это нужно осторожно. Справитесь? Да. Хорошо. Наливайте. А я быстро нашинкую зеленый лук. Тарелка наполнена. Лук порезан. Посыпать надо? Да, нужно посыпать. Итак, самый популярный сахалинский суп химультан... Готов! А готовили супчик мы так. Мы натерли редьку и варили ее пять минут. Затем опустили в бульон рыбу и морепродукты. Потом добавили лук-порей и варили еще пять минут. Готовый химультан мы посыпали зеленым луком. Итак, мы, отважные путешественники, Рома, Тимофей и Алина, отправились сегодня в далекую Сахалинскую область, чтобы изучать местную кухню. Предлагаю вам позвать нашего друга Валерика и отправиться в игровую. Валерик! Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу- Есть строительный материал, вот эти вот листочки. И есть план, схема по строительству лодки. Предлагаю вам построить лодку. Кто сделает это быстрее, тот и будет читать рецепт второго блюда. Ирина, ты всё? Да. Ура! Мы с Валериком машем всеми руками и щупальцами и радуемся тому, что Ирина первая построила лодку. Тебофей, ты тоже всё? Да. Так, замечательно. Может быть, мы испытаем ваши лодки? Да, испытаем. Давайте испытаем. Тогда я поплыву на Валерике, а вы на ваших лодках. Поплыли? Да. Отчаливаем! Причаливай! Великолепные посудины, а! И надёжные, и быстроходные выдержали такой шторм по пути. Друзья мои, ну, как только что выяснилось, самый лучший кораблестроитель в нашей студии – это Ирина. Ирина, тебе и выбирать рецепт второго блюда. Бери кулинарный путеводитель. Отставляем наши лодки в сторонку. Открывай путеводитель на букве «С». Что же ты выбрала? Я выбрала печенье «Загадочный остров». Замечательный выбор. Читай рецепт. Нарежьте яблоко, разомните бруснику и слейте сок. Слоёное тесто нарежьте на квадраты. Выложите на них яблоки и толчёную бруснику. Посыпьте сахаром. И выпекайте при 180 градусах 20 минут. Ирина, закрывай кулинарный путеводитель. Ставь его на место. Друзья мои, мне не терпится начать. Давайте наколдуем продукты. Яблоко, брусника, фрукты. Выложим на стол продукты. Осталось только определить, что из всего этого великолепия – брусника. Это, это или это? Как вы думаете, это брусника? Да. Ну какая же это брусника? Это же точно не брусника. Нет, это брусника. Это брусника. Мне кажется, вы просто хотите попробовать эту ягоду. Вот вам одна ложечка, вот вам вторая ложечка. Пробуйте ягоду, вспоминайте, что же это за ягода. Это клубника. Да? А я не распробовала. А, хочешь ещё ложечку? Пожалуйста. Ну теперь ты распробовала? Да. И что же это за ягода? Клубника. Клубника. Так, интересно. А что же из этого брусника? Вот это. Это брусника? Да. Дам вам попробовать. Угощайтесь, вспоминайте вкус. Мне кажется, что ребята пытаются меня разыграть и немножко хитрят. Это яблоко. Это яблоко, конечно. И очень вкусное. А что же это такое, а? Малина. Малина? А это? Это? Ежевика. Да, это ежевика. Чёрная смородина. Чёрная смородина? Ну тогда угощайтесь чёрной смородиной и ежевикой. Ну как? Так вы знаете, что это за ягода? Брусника. Нет, это клюква. Брусника сладкая, а клюква? Кислая. Кислая. Где клюква мы определили? Ну, а это у нас распробовали. Да. И что же это? Брусника. Брусника. Именно она-то нам и нужна. Вот вам скалочки. Толките аккуратно. Пока вы толчёте бруснику, я нарежу яблочко. Вот. Брусничный сок. Брусничный сок, он нам не нужен. Хотя, может быть, он нам пригодится. А что можно сделать из брусничного сока? Морс. Морс. Верно. А как делать морс? Добавить немножко воды. Да, добавить немножко воды и сахар. И сахар. И тогда получится... И тогда получится морс. Так, замечательно. Может быть, мы сделаем морс? Давай. Я думаю, он будет прекрасно сочетаться с нашим блюдом. Рома, мы всё. Ух, какие вы быстрые. А я тоже заканчиваю резать яблочко. И должен вам напомнить, что пользоваться ножом дети должны в присутствии взрослых. А сейчас нам нужно слить сок брусники в отдельную мисочку. Вот друшлаг. Вот мисочка. Сами справитесь? Да. Давайте. Пропускайте через сито. Так. О, сейчас, мне кажется, самое время вам дать ложечку и помешать. Ой, сколько сока. Здесь у нас сок. Здесь у нас будут отдельные ягоды. Складываем их в миску. Сок мы убираем, чтобы сделать морс. А сейчас займёмся с вами тестом. Тесто нужно разрезать на маленькие-маленькие островки. А какими будут наши острова? Квадратными. Квадратными. Ну что ж, хорошо. Осталось дело за малым. Выложить сюда бруснику, посыпать её сахаром и сверху положить яблочко. А я пока отделю белок от желтка. Потому что для того, чтобы на наших островах получилась красивая корочка, их нужно будет смазать желтком. А вы знаете, какое тесто мы выбрали для того, чтобы приготовить наши острова? Слоёное. Слоёное. А чем знаменито слоёное тесто? Тем, что оно... В процессе приготовления оно... Оно начинает подниматься. Подниматься и становится таким хрустящим, воздушным, да? Да. Вы, кстати, любите пирожки из слоёного теста? Да. Я обожаю пирожки из слоёного теста. Так, ребят, я яйцо разбил. Вот вам сахар. Сахаром нужно посыпать. Немножко сахаром нужно посыпать. На каждой? На наши островки. Вот столько. По щепоточке. Положили яблочки. Да. А теперь смазывайте наши острова взбитым яичным желтком. Осталось их только запечь. Будем запекать или поколдуем. Поколдуем. Тогда говорю волшебные слова. Острова, острова, запекитесь на ура! Ура! О, вот это я понимаю. Вот это волшебство, а? Горяченькое ещё. И морс готов. Друзья мои, можно объявлять, правда? Да. Печенье. Загадочный остров. Готово! А приготовили мы его так. Сначала мы нарезали яблоки и размяли бруснику. Затем нарезали слоёное тесто на квадраты и выложили на них яблоки с брусникой. Потом смазали их взбитым яичным желтком. И отправили в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Ой, чуть не забыл про ваши поделки. Показывайте их скорее. Так, это картина. Этот натюрморт называется «Арбуз и персик». Замечательно. Ильин, а что у тебя здесь? У меня нарисовано яблоко, апельсин, груша, бананы, вишня. Я бы назвал эту картину «Летние фрукты». Спасибо вам большое, ребята. Вы большие молодцы. Мне очень понравились ваши поделки. Вы настоящие мастера, вы ещё вы отважные путешественники. Ведь вместе со мной вы сегодня отправились в далёкую Сахалинскую область. А это же Ого-го, где? И вместе с тем вы прилежные ученики. И ведь вы сегодня научились готовить два местных блюда. Это суп «Химунтан» и печенье «Загадочный остров». Спасибо вам большое, что вы пришли ко мне в гости. Кстати, в процессе игры вы тоже можете представить себя кем угодно. От повара до стилиста, от портного до продавца. Ведь с наборами «Эстабелла» возможно всё. Они как настоящие, только маленькие. «Эстабелла» – это удивительный мир игры, фантазии и воображения для маленькой девочки. Друзья мои, ну а если вы хотите стать участниками нашей программы, то пишите нам по этому адресу. Вам непременно повезёт. Вот мы пригласим вас в гости. Будем готовить вместе. Пока!